За последние сутки на Южном Урале коронавирусом заболели 57 человек. Это меньше, чем днем ранее, но расслабляться рано. С начала пандемии в Челябинской области заболели 1289 человек. Чтобы остановить распространение COVID-19, сегодня в регионе начал действовать обязательный масочный режим. Носить средства защиты нужно в общественных местах, магазинах, аптеках, транспорте. Сегодня в продажу поступят 70 тысяч масок. Партию средств защиты развезут по всей области. Стоят они будут не дороже 15 рублей. Такая цена будет только в государственных аптеках. Хватит ли всем южноуральцам медицинских повязок и есть ли они в продаже? Полина Кирсанова разбиралась в вопросе. В аптеке в начале улицы Кирова масок нет вообще. Фармацевты ждут завоза лишь к четвергу. В соседней на остановке площади революции повязки есть, но цена кусается. 35 рублей за штуку. Скажите, пожалуйста, сколько маски стоят? Маски в наличии есть. Стоимость одной маски 15 рублей. В государственной аптеке цены на маски более приятные. Салават Шаги Ахметов намерен купить сразу 20 штук. Но фармацевт третьего покупателя тормозит. Продают не больше 10 в одни руки. Такой цены я не видел. По 15 рублей. Все маски продают 35 и выше. Вот рядом в магазине там вообще по 30 рублей. Аптека на улице Кирова в период пандемии не самое популярное место. Но и здесь в день продают по полторы тысячи штук. Надо учитывать, что у нас зона как бы офисная здесь. Поэтому проходимость народа не такая большая и праздничные дни. Но сегодня, да, чувствуется, что народу побольше приходится за масками. Каждое утро повязки привозят с областного аптечного склада. Линия по производству заработала в Чулябинске неделю назад по решению губернатора Алексея Текслера. 4 тысячи масок в одной коробке. Конвейер в день выдает по 40 тысяч штук. И это только начало. А вообще планируем до 100 тысяч маски в день производить. Маски пойдут в первую очередь в лечебные учреждения Челябинской области и аптеки областного аптечного склада. В день с областного склада отгружают до 30 машин. Кроме больниц маски везут по всем госаптекам региона. А вместе с ними лекарства и противочумные костюмы. Защитные костюмы. Примерно на 4-5 часов защитного действия. Ими снабжаются все сотрудники, которые работают с больными. И те, которые оповещают, извещают Роспотребнадзор, бойцы Росгвардии. В день областной аптечный склад принимает около 40 тонн продукции. Это и лекарства, и защитные костюмы, очки, и, конечно же, маски. Здесь их формируют и отправляют по больницам и разным соцучреждениям. Вот эта коробка поедет военный комиссариат Челябинска. А рядом с ней в первую городскую больницу. Все лекарства и средства защиты здесь хранят в особых условиях. Система вентиляции при температуре не выше 22 градусов. За погрузку отвечает Ирина Бухонина. Сама носит многоразовую маску. Можно постирать, прогладить, продезинфицировать. Удобно, конечно, не тратится большое количество денег. Из-за поступления в продажу масок по 15 рублей начали снижать стоимость и частные аптеки. Например, в Еманжелинске. Стоимость повязок упала с 26 до 21 рубля. Челябинцы в первый день обязательного масочного режима практически его не нарушают. В основном носят текстильные маски. Трудно маску было найти. Где взяли? Сама шила. Я заказала вот эту маску в интернете за 100 рублей. Я в распечати видела, что маска стоит 75 рублей. Обязательно нужно, конечно, в общественных местах. На улице-то не обязательно. Вот сейчас мы в троем стоим, тоже надо было соблюсти. По идее. Врачи же стараются. Пренебрегать тоже нельзя. С напоминанием маску носить обязательно вышли сегодня в рейд полицейские. Ведут с жителями разъяснительную работу. Что за нарушение, возможны штрафы. Лучше позаботиться о себе. Средство защиты снижает риск заболевания до 70%. Полина Кирсанова, Надежда Головина, ОТВ. Продолжение следует.